На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Нужно ли мстить врагам? Хороший вопрос. Мне, как человеку военному, участвующему в войне, на которой погиб отец, этот вопрос, это был очень актуальным. Не в том смысле, что я думал, мстить за отца или не мстить, а в том, что мне говорили, езжай отомстить за своего отца этим гадам. Вот вы знаете, слава Богу, видимо, благодаря воспитанию отца, у меня даже мысли никогда не возникло отомстить за погибшего отца. Но я тогда еще не знал заповеди Божьей. Какой? Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьей, ибо написано мне отмщение, и я вас дам, говорит Господь. Но здесь, правда, говорится в этих словах за себя. Мне было горько, мне было обидно, что мой отец 48 лет погиб. Обидно, жалко, несправедливо. Правда, слава Богу, два экипажа, шесть человек остались живыми. Вот он один принял смерть ради ближнего. И я не знал тогда еще заповеди, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, добро делайте ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ну что, я не могу отомстить, но меня обидели, несправедливо, реально, несправедливо. И в моей жизни было такое, знаете, честно скажу, не раз, когда меня так это, ну, оклеветовали, скажем, даже на всю страну. Это было абсолютно неправда. И когда, ну, скажем так сказать, я мог бы уже спокойно отомстить, имея для этого все возможности, этим людям, я тоже этого не сделал. И знаете, что я вот вспоминаю все это, свое состояние моей души на войне, здесь, в мирной жизни, когда меня, скажем так, хотели обидеть, ну, или сделать мне зло, да, я и не обиделся, и не разозлился, и не отомстил. И даже мысли такой не было. У меня было на душе очень спокойно, у меня на душе было хорошо. И вы знаете, вот был такой интересный момент, когда я выхожу из одного кабинета, иду по коридору, и навстречу идет тот человек, который вот, ну, был главным исполнителем, ну, скажем так, заказа сотворить мне зло. Они же знали, что они клевещут, что они там все делают, ну, что все это липа. Вот. Но я, ведя ему навстречу, протянул ему руку поздороваться, сказал, здравствуй, ну, там, скажем, Вася. И когда я это сказал, протягивая руку, это надо было видеть. Ведь он принимал решение, да, подать мне руку или нет. Мне бы стало его жалко. Он эту руку, вот знаете, она стала дрожащей, вот он ее пытается принять, она дрожит. А человек, который прошел там, он, что ему дрожать-то? Она никогда не дрожала. Ему было плохо от того, что вот как бы надо все-таки подать руку. Шла внутренняя борьба. Так вот, кому было плохо? Который, ну, зло мне пытался сделать. А я это зло получил? Мне стало плохо от зла? Нет. Было плохо ему. Поэтому, друзья мои, ради хотя бы себя самих не творите зло, не проклинайте никого, и уж тем более не мстите возлюбленных. Оставьте все Господу. Не судите, и не судимы будете. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и простится вам. Вот помните слова Господа, в них истина. Все сработает. Вы знаете, я встречаюсь с молодежью, задаю вопрос. Вот скажите, вот вас несправедливо, абсолютно несправедливо обидели, и вы обиделись. Скажите, кому плохо? Вот вам или тому человеку, который, ну, там, скажем, уехал за границу, давно там живет? Ребята всегда отвечают, мне. Правильно. Я же обиделся. Мне и плохо стало. Хорошо. А если вы разозлились, забиты на кого-то и желаете, вы ходите и думаете, как бы мне отомстить? Вот я вот. И в голове своей изобретайте способы мщения. Кому будет плохо? Вам? Или тот, кому вы хотите отомстить? Да он даже понятия не имеет о ваших мыслях. Понимаете? То есть месть, желание, само желание отомстить, оно сделает... Слово имеет силу. И эта сила вашего слова будет воздействовать на вашу душу, и вашей душе будет плохо. Вот как человек мыслит, так ему и на душе будет. Настроение будет соответствующее. Если я всем недоволен, мне плохо. Я не рад. Я могу радоваться, если мне плохо? Нет. А я могу чем недоволен? Да чем угодно. Погодой. Не знаю. Ну, недовольство всегда я себе могу найти. Да кому будет плохо? Но, когда я просто думаю, плохо это одно, но если я вас желал отомстить, друзья мои, то вам будет очень плохо. И, как я уже говорил, все вернется вам. Но с тарицей. Вам тоже отомстят? Вон, смотрите, в исламских странах ведь. Вот там как раз зуб за зуб. Кровная месть. Да и не только в исламских. Вон, в Италии, вроде христианской, традиции, да, были кровная месть. Поэтому, а к чему это приводило? Роды вырезались, вырубались полностью. Прекращался род, да? Потому что убивали всех. Вместе за одного троих убьем, чтобы неповадно было. А теперь, ах, вы наших троих убили, а мы ваших шестерых убьем. Зло порождает зло. Это духовный закон. Господь поэтому говорит, уклонись от зла и сотвори благо. А какое это благо? Да, вот если не мстить врагам. Да, вот желание отомстить возникает. Что нужно делать? Заменять это желание другим. Как? Что? У меня желание, мысли такие. Я не могу ничего с этим делать. Я обижен, да? Что с этим делом? Друзья мои, начните хотя бы оправдывать человека. По принципу Господа не ведает он, что творит. Он сам же бедусь на себя, накликает, желая мне зла. Что посеет он, он же пожнет. Но я ему зла делать не буду. Я не буду ему мстить. Это не Божье дело. Это дело дьявольское. Это зло. И я по пути зла не пойду. Вот заменяйте просто мысли одни демону угодны, дьяволу, на мысли, которые угодны Богу, которые соответствуют его заповедям. И вы... У вас на душе будет мир, тишина и покой. Вы не будете страдать от этих мыслей, которые в голове. А бесы – это их работа, они вам будут подкидывать. Только чуть-чуть у вас желание. Только биться. И сразу захочется вот что-то вот в отмеску сделать. А если человек даже не может сделать, понимает, что это ему не получится, что с ним произойдет от обиды? Он впадет в страшную ныне. Вы знаете, у меня была девочка, которая мне говорила такие слова. «Я живу лишь для того, чтобы мстить». Это совершенно несчастная девочка. Я был у нее дома, ездил к ней. И она абсолютно была несчастна. И она настолько желала мщения, что она просто погибала. Просто погибала. И в доме было там… И первая, знаете, кому доставалась? Ее маме. Они жили в одной квартире. Но если я могу отомстить тому, кто меня обидел, то я это переложу на свою маму. Даже, может быть, не отдавая себе отчет. Поэтому не мстите, возлюбленные, оставьте Господа. Он каждому по делам его воздаст. А на самом деле, опять-таки, правильно, надо понимать, как говорит Господь, дела ваши осудят вас. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок